Девушки отдыхают Женщина выгнала неверного мужа Сразу после покупки квартиры Последний же уверен Она это сделала только для того Чтобы не делить новенькое жилье Тем более, что для покупки Был использован общий материнский капитал А вам почему? Дело в том, что квартира была приобретена На тот момент, когда мне не было 18 лет И опека настояла на том Чтобы материнский капитал был потерян В равных долях между двумя детей Развод и раздел квартиры Это всегда война А уж если муж, как военный человек Изучал тактику и стратегию Он всегда найдет Чем выкрутить руки бывшей жене Невзирая на количество Сопутствующих потерь Он со мной не спит В постель не ложится Мы живем как соседи Разве это нормально За 12 лет Один раз за 12 лет На 8 марта может быть Мужчина уверен После развода Жена не могла подарить Свою долю квартиры Чужому человеку Осталось доказать в суде Что новый сосед Нетрадиционной ориентации Не его любовник А сообщник бывшей жены Истец Олег Губанов Предъявляет иск О выделении ему доли в квартире Купленной с привлечением Материнского капитала Ответчик Дарья Губанова Иск не признает И считает, что доля в квартире Должна быть только у детей Слушается дело По иску Губанова Олега Константиновича Предъявлен иск О выделении ему Одной четвертой доли в квартире Приобретенной с привлечением Материнского капитала Ответчик Губанова Дарья Николаевна Пожалуйста, истец, я вас слушаю Ваша честь, я прошу признать Мой икс полностью С выделением Не одной четвертой части А признание за вами Право собственности На одну четвертую долю в квартире Объясняю, Ваша честь Мы с Дарьей и двумя детьми Постоянно проживали В съемных квартирах Шансы на свое жилье У нас нулевые практически были Пока в нашем городе Не заработала программа Льготного кредитования Матерей-одиночек Желающих приобрести Жилье С привлечением Материнского капитала Ну мы посчитали Что это шанс Ничего нет Ну была одна загвоздка Ваша честь Это что Дарья Она не мать-одиночка Ну что Дарья предложила мне Развестись Ну как развестись Фиктивно, конечно Ваша честь Какое фиктивно Ну такое фиктивно Сейчас будешь рассказывать Я все расскажу Конечно Тебе слово еще дадут Ну в общем Предложил развестись Видите, истец знает Что я вам дам слово Продолжайте, истец Ну, Ваша честь Ну На что не пойдешь Одессу угла Ну я согласился Ну что То есть у вас двое детей В браке Да, Ваша честь Когда вы брак расторгли Ну Меньше двух лет Полтора года Да, как-то так Ну Правда для этого Мне пришлось Конечно Моего друга пожить Потому что там была Жилищная комиссия Постоянно проверяла Ну и Вот он и пожил Так пожил Что мало не покажется Ваша честь Ну Это мы опустим Ну зачем же Опустим-то Рассказывайте Это не имеет отношения К делу К этому Я буду решать Что имеет отношения К делу А что не имеет Ну в общем Я жил какое-то время Да У друга В общем Включили Дарью программу Дали льготный кредит Она как бы Использовала Получается Материнский капитал Который был выдан При рождении Второго ребенка Который совместно Мы получали Кстати Льготный капитал Кредит Материнский капитал Извиняюсь Использовала Так Это был как Первоначальный взнос За квартиру А по-твоему Квартира Три копейки стоит Да За гарантией Администрации В общем Все это и выделили Ну я считал Как Ну удалась Ваша честь Жизнь Да Поймите правильно Жизнь Я имею ввиду Личная жизнь Семейная жизнь Удалась Думаю Все хорошо Но как оказалось Нет Она меня обратно Не пустила Представляете И отказалась Регистрировать По одной причине Она вас не пустила Да понятия не имею Я отказалась Да конечно Сейчас все расскажу И получается Регистрироваться отказалась Ваша честь Представляете Да кидала его какую-то Ты сам себя кинул Ты сам себя кинул Простите Ваша честь Просто нервы уже стали задавать У меня же терпение Посмотрю на нее То есть вы просите признать За вами право На одну четвертую В этой вот Новой полученной квартире А какая квартира получена Ну приобретена на кредит Двухкомнатная квартира Стоимостью полтора миллиона рублей Спасибо ответчик Только я не вас спрашивала Ну да Как-то так Я ее покупала Поэтому знаю А вы не знаете даже За какую сумму Приобретена квартира Скажите пожалуйста А почему вы считаете Что вы имеете право На одну четвертую долю В этой квартире Не ну как Мы вместе решение принимали Правильно Дети у нас в совместном браке Так Ну как бы Я считаю Что я тоже имею А вы кредит выплачивали? Кредит оплачиваю я А он полностью оформлен на меня Ответчик Ваша честь Вы кредит выплачивали? Я готов выплачивать кредит Как бы без проблем Ну только с одним условием Если я буду иметь Свою долю в этой квартире Прогулялся Нагулялся А сейчас готов Платить кредит Передайте пожалуйста Документы Ответчик Замечание на Да конечно Возьмите Спасибо Ну что ты плетешь Я вообще не понимаю Почему здесь гулял? Я сейчас все расскажу Пожалуйста Как ты гулял? Слушаю вас Вы прям так давно Хотите мне все рассказать? Рассказывайте Конечно Рвуч Ваше отношение к иску? Я его не признаю Абсолютно Никакого отношения Он теперь к квартире не имеет Абсолютно не имеет Ваша честь Была ситуация такая Да у нас были далеко идущие планы Двое детей Все в порядке Была такая возможность Мы это сделали Развод был От того что ты гулял Пил От чего я гулял? Так что я не могу расслабиться Я мужик или кто? Нет В этом случае Ты не мужик Только не спеканял Прекрати истерику вообще Какая истерика? По-моему истерика у вас Пожалуйста Ответчик Спокойно Объясните Вы расторгли брак Расторгли потому что он гулял Вы расторгли брак Пил Детям не помогал Сейчас получилось Что я квартиру приобрела А он пришел Прогулялся Пропился А теперь долю ему в квартире Алименты Я вернуться хотел Какие? Я полтора года От него никаких денег не взяла А что с дверьми общается? А какие элементы? Простите Я перебиваю Какие элементы? Брак-то эффективно Получается с тобой развелись Я им даже хлопцы Я отрочусь Подождите Естественно Тогда вам вопрос такой На протяжении этих полутора лет Вы помогали материально Вашим детям? Да конечно Зарплату-то она получала Чего? Ага Я его блин Только от этого Константина Квартиру вытащили Да закрыть свой рот Ты меня вот не закрывай Ты что натворила вообще? Представляете Мне Люська сказала Что к ней уже какой-то хахаль ходит Теперь я ей не нужен Я женщина красивая У меня могут быть поклонники Давайте мы начнем с того Что вы действительно договорились Как я понимаю Все-таки сначала фиктивно развестись Он был не то что фиктивный Была необходимость И вы расторгли брак То есть вы не собирались Разрушать семью? Не собирались мы ничего разрушать Хорошо Хоть это установили Пошел жить к другу А по какой причине? Мои родители предложили пожить Потому что надоело уже по квартирам скитаться Пожить у моих родителей 10 километров от Москвы Видите ли ему далеко добираться И он сразу нашел вариант Представляете Бывший его друган Константин Сразу переехал к нему И довольный стал там гулять Пить, загул устраивать Не отходя от кассы Тут мне звонок с работы С его работы Он видите ли 10 дней взял за свой счет Да я болел Какой болел? Чем? Голова болела? Пьянствовать меньше надо В эту квартиру Говорит 10 дней вашего мужа нету Где он находится? Расскажите То есть никто на работе даже не знал Что у нас развод Что вы развелись Конечно Об этом и речи не было И что? Прихожу в эту квартиру Дверь открыта На кухне сидит он Полупьяный В дупель Меня даже не узнал А рядом баба голая Да блин, я не знал Как она там оказалась Это не моя баба вообще Это Костика-телка Что ты мне ее приписываешь? Я ее первый раз вообще видел А Костик-то был дома В это время Нет, у магазин пошел Они вдвоем там были? Он пошел Я смотрю Они вдвоем там были Конечно Я устроила дебош Какая неприятность А как вы хотели? Что-нибудь было приятное Сечение обстоятельств Ваша честь Ну бывает такое Ситуация А так вы думаете Какая ситуация? С работы его выперли Вы думаете Он этим закончился? Он кроме этих двух недель Дальше начали гулять, пить Этот Кобель Константин Еще там баб приводить начал А ты откуда такая информация? Да у меня тоже соседи все рассказали Как вы там гуляли О чем ты говоришь? Да ладно Это сплетни все Видите Отпустили мужчину Мужа отпустили на волю Вот и получили Обратно Обратно Вы не хотите принимать Ему близко После таких вот ситуаций Кто его принят Кому он нужен? А что такого Против исковозражается? Может мне завести себе Кобеля? Как ты после этого будешь? Ответчик Ты прекращаешь Ну давайте без меня Ладно Вот эти ваши истории все На кого оформлена квартира? Квартира оформлена на три доли Три доли? На меня на третья На дочку нашу Младшую И на старшую Детям шесть Да Шесть и шестнадцать Документы передайте пожалуйста Да конечно пожалуйста Спасибо Долевая ты наша Слышишь? А как ты хотел? Ну что я хотел? После этих пьянок Дебоша А почему здесь пьянка? Это не повод Супор везет меня кидать Зачем так делать? И квартиру оплачивать И в кредит брать И детей люблю И тебя обожаю Ответчик Последний вопрос Скажите на протяжении Вот этих полутора лет Пока вы вместе не живете Помогал Детям? Я его денег не видела Он мне зарплату не приносил Суд удаляется Для вынесения решения Прошу всех встать Далее в программе А вам почему? Дело в том Что квартира была приобретена На тот момент Когда мне не было Восемнадцати лет И опека Настояла на том Чтобы материнский капитал Был подерен В равных долях Между двумя детьми Тургеневская девушка И солдафон Такая пара Явно не могла Образовать счастливую семью Зато успеть Обзавестись Недвижимостью Вполне И теперь Ее надо Как-то разделить И не возненавидеть Друг друга Окончательно Он со мной не спит Постель не ложится Мы живем Как соседи Что значит не спит? Разве это нормально? За двенадцать лет Что значит не спит? А сколько тебе надо? Один раз за двенадцать лет На восьмой мальчик может быть Конечно Любовь важнее денег Решила женщина И после развода с мужем Подарила свою долю В их общей квартире Любовнику супруга Однако мужчина уверен Это месть жены Ведь он не гомосексуалист Нечего было бабы Прошу садиться А какие бабы? А что за бабы? А это что? Да не бабы Это сейчас не слушают Суд принял решение Иск о признании права собственности За бывшим мужем На долю квартиры Приобретенной с использованием средств Материнского капитала Оставить без удовлетворения Суд отказывает В удовлетворении Заявленных исковых требований Так как право на материнский Семейный капитал Имеют женщины Родившие Либо усыновившие Второго и последующих детей Начиная с января 2007 года А право отца детей На материнский капитал Возникает только в случае Смерти женщины Либо объявления ее умершей Либо лишения ее родительских прав Статья 3 Пункт 1 Федерального закона О дополнительных мерах Государственной поддержки Семей Имеющих детей Вы успокоитесь у меня Сегодня или нет? Может послушаете все-таки? Я вам разъясняю Почему вы право не имеете На 1 четвертую долю в квартире Послушайте Мы же решение вместе принимали Зато я решение приняла Единолично Итак В случае направления Средств материнского Семейного капитала На улучшение Жилищных условий Жилое помещение Приобретенное С использованием Материнского капитала Оформляется в общую собственность Совместо проживающих Членов семьи Статья 10 Пункт 4 Федерального закона На который я уже ссылалась В данном случае Истец самостоятельного права На материнский капитал Не имел И семья С матерью детей У него распалась То есть фактически Брак был расторгнут И ответчик самостоятельно Получила кредит И приобрела данную квартиру С использованием средств Материального капитала Квартиру покупала Сам по себе факт отцовства В отношении детей Не является основанием Для возникновения у отца детей Право собственности На жилое помещение Которое приобретено С использованием средств Материнского капитала Понятное решение суда? Да Понятно вам истец? Не совсем Ваша честь Ну почитайте потом Текст решения Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске отказать Я хочу вернуть Свою семью Хочу вернуться Своим детям Потому что Своих детей Должен воспитывать Настоящий отец Буду все для этого делать Чтобы вернуться в семью Мои дети Получили долю Квартира есть А он как гулял Так и пусть дальше гуляет Раньше надо было думать об этом Истец предъявляет иск О расторжении брака И о разделе доли квартиры Принадлежащей супруге Ответчик На развод согласна Но предъявляет иск О разделе Общей однокомнатной квартиры Слушается дело По иску о расторжении брака И разделе Одной четвертой доли квартиры Принадлежащей супруге То есть ответчику Истец Кузякин Константин Леонидович Ответчик Грушницкая Елена Романовна Предъявлен встречный иск О разделе Однокомнатной квартиры И признание за ней Право собственности На одну-вторую долю В этой квартире Пожалуйста, истец Я вас слушаю Мы с моей супругой Поженились Когда еще не было 18 Но Чего скрывать Можно сказать По залету Ребенок родился? Да У нас есть сын Ему 5 лет 5 лет То есть сколько лет Вы в браке состоите? Состоим 5 с небольшим лет Ага Так И почему же вы хотите Расторгнуть брак? А хочу я расторгнуть брак Ваша честь Потому что моя супруга Мне изменила Ага А это когда же я успела? Сейчас я все объясню Неправда Стоишь и брешь Она в последнее время Очень много лжет Давайте пояснение по иску Как собственно получилось Мы с ней прожили Два года Вместе Так После чего Меня призвали в армию А она поступила в институт Угу У нас с ней Вообще собственно Личной жизни Это и не было Я хотел Чтобы мы жили С ней вместе В моей Однокомнатной новостройке Я получил ее по истечению Моего контракта Срока службы Так То есть был контракт Я получил квартиру Батрачил за эту квартиру Извините Вы купили квартиру? Мне ее дали За отличную службу Воинскую Угу Угу То есть она сейчас Моя собственность Собственность Да У моей собственности Так Вот И вы не проживаете там Или проживаете? Сейчас на данный момент Я один там проживаю И проживал Можно сказать Всегда проживал один Потому что Лена Как я говорил Она искала любые причины Чтобы со мной Не ночевать Я начал подозревать Потому что она искала отговорки И решил за ней как-то проследить И вот я сижу Однажды вечером Это было дело в машине И слежу за ней Она встречается С каким-то Неизвестным мне мужиком Ваша честь Вообще Неизвестным мужиком Это одноклассник мой был Который меня провожал между прочим Ваша честь Я всех одноклассников знаю Когда ты там по ночам Со своими боевыми братьями сидишь А мне возвращаться поздно После учебы Как отвеч Еще раз делаю вам замечание Ваша честь Я сразу же набрал ее матери Ну, тещи моей И спросил, где Лена А она мне начала лить в уши Она мне говорит то, что Лена Оказывается, сейчас уже спит Давным-давно с нашим сыном Во-первых, мать моя На всякий случай А потом, может быть, она не знала вообще Что Лена не спит Да знала, Ваша честь Он-то и делал, что знала Поняла То есть вы желаете расторгнуть брак Да, желаю, Ваша честь Расторгнуть брак Что касается раздела Одной четвертой доли квартиры Принадлежащей супруге Поясните, пожалуйста Что это за квартира Что это за доля Откуда она взялась И так далее Да, Ваша честь Касательно одной четвертой доли Еще до того момента Когда я ушел на срочную службу в армию Ее мать взяла ипотеку Так И приобрела в собственность Это жилье Сейчас на данный момент Что это за жилье? Это квартира? Да, это квартира Это двухкомнатная квартира Двухкомнатная? И одна четвертая принадлежит ответчику. Правильно, ответчик? Да. Ребенок прописан в однокомнатной квартире, на которой предъявлен встречный иск. Я объясню почему. Правильно? Сейчас объясните. То есть вы считаете, что коль скоро одна четвертая принадлежит ответчице, и она была в браке приобретена, вы имеете на это право? Да, полное право имею ваше честь. Хорошо. Вас поняла? Пожалуйста, передайте документы через судебного пристава. Ответчик, ваше отношение к иску. Вы с расторжением брака согласны? С расторжением согласна, с разделом имущества. С разделом... Ну, конечно, нет. Почему? Откуда взялась эта одна четвертая? Каким образом она была зарегистрирована на обошвение? Я немножко разъясню ситуацию. Разъясните. Дело в том, что Костя сам виноват, что у нас в семье не получилось. До его службы в армии он был абсолютно нормальным человеком. Добрым, понимающим, отзывчивым. Я думала, вот оно, счастье женское. Наконец-то, мне повезло. О, наконец-то, женское счастье в 17 лет к вам пришло. Так, и? Я так думала. Так вот. Одна четвертая. Откуда она у вас взялась? Одна четвертая появилась тогда, когда, собственно, я выходила замуж. Дело в том, что в 37 лет моя мама родила мою сестренку. Так. И мои родители, используя материнские капиталы, собственные накопления, они еще и взяли ипотечный кредит, и благодаря этому они расширили свою жилплощадь, вот с однокомнатной до двухкомнатной квартиры. Но я так полагаю, что если эта квартира приобретена с использованием материнского капитала, то, наверное, доля и у ребенка там есть. Естественно. Что же вы молчите об этом истец? Или вы не в курсе? Он все в курсе. И дело в том, что... В каких долях квартира? Две четверти у мамы. Одна вторая у мамы. Одна четвертая у моей сестренки. У вашей маленькой сестренки. И одна четвертая у вас. У меня. А вам почему доля досталась? Дело в том, что квартира была приобретена на тот момент, когда мне не было 18 лет, и опека настояла на том, чтобы материнский капитал был поделен в равных долях между двумя детьми. А вам же тоже не было 18 лет на тот момент. Но, по сути, я не считаю эту долю своей совершенно. И сейчас проживаю... Ну, вы можете ее не считать своей, но так как она зарегистрирована на ваше имя, это ваша собственность. С этой долей разобрались, и вы возражаете. Я возражаю. Правильно я вас понимаю, что супружеские денежные средства в приобретение... Ваша честь, она мою хочет, жилплощадь отсудить, мою. Я это знаю, естественно. Никаких денег ни я, ни Костя в приобретение вот этой квартиры не вкладывали никогда. Поняла. Так, теперь давайте к вашему встречному иску вернемся. Мой встречный иск... Однокомнатная квартира. На раздел... Да, моя однокомнатная квартира. ...она была получена, либо приобретена. Она была получена моим пока еще мужем. Не получена, а заработана честным трудом. Получена после трех лет выслуги. Угу. Так как он очень старался, собственно, мы и согласились с ним на контракт в армии ради того, чтобы улучшить жилищные условия в итоге. Вот. А теперь... Она на семью выдавалась, эта квартира? На меня выдавалась, ваше честь. Выдавалась на семью. Урдер был выписан на семью. На семью. То есть на вас и на ребенка, так? Конечно. В приобретение квартиры вы денежные средства вкладывали? В приобретение, ничего он не вкладывал. Она была передана по жилищному сертификату. По жилищному сертификату мне в собственность. Но выдавалась она на семью, правильно я понимаю? Ну да, совершенно верно. На семью. На троих членов семьи. Вот на нас троих. Вы зарегистрированы, соответственно, в этой квартире и ребенок тоже. Да. И ребенок тоже. И вы просите ее разделить, признав за вами право собственности на одну вторую. Как супружескую долю. Заявлен свидетель со стороны ответчика. Пожалуйста, пригласите. Свидетель-ответчика, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Грушницкая Жанна Владимировна. Чем вы приходите с ответчиком? Я мама Лены, извините ради бога. Я хочу отстоять право на нашу с дочкой и мужа, и еще второй дочкой Лены квартиру. Потому что он требует одну четвертую, но это вообще не признается. Конечно, а что он требует одну четвертую? Что вы можете пояснить по существу спора? Да. Ваша честь, я хочу предоставить документы. У меня все четко распечатанные по ипотеке документы. То есть была жилья бралась ипотека. Вы это подтверждаете. Нами-нами-нами-нами. Нами-нами-нами с мужем. И частично квартира приобреталась на средства Да, правильно, Ваша честь, вы правильно поняли. Правильно? Правильно, вы поняли. Можно приобщить мои банковские личные счеты. Можно любые документы приобщить по ходатайству сторон. А суд будет давать оценку этим доказательствам при вынесении решения. Пожалуйста, передайте документы. Ваша честь, просто у меня еще тут помимо графика платежей и выписка с моего лицевого счета на погашение ипотеки. Это с мужем мы как бы гасили. То есть вот Константин вообще ни копейки не истратил. То есть в суду представлено доказательство того, что на приобретение спорной квартиры, в которой у ответчицы имеется одна четвертая доля. Супружеские средства из сай ответчика не вкладывались. Она была приобретена частично на средства от материнского капитала и, соответственно, погашалась. Да, Ваша честь, вы правильно поняли. За счет личных денежных средств матери. Да все к этому ушло, Ваша честь. Все к этому ушло, чтобы она в итоге началась с того, что со мной просто... Сотодоряется для вынесения решения. Прошу всех стать! Мужчина уверен, после развода жена не могла подарить свою долю квартиры чужому человеку. Осталось доказать в суде, что новый сосед нетрадиционной ориентации не его любовник, а сообщник бывшей жены. Да ты-то вообще по волчанию сейчас со своей матерью говорю. Я знаю, к чему это все зло. Что вы меня, извините, с трусами просто на улицу выброшили. Ага, прошу садиться. Нет, с руками. Оглашается решение суда. Суд принял решение. Иск о расторжении брака удовлетворить, расторгнуть брак между истцом и ответчиком. Суд расторгает брак между супругами, так как оба супруга согласны с расторжением брака. И на основании статьи 23 Семейного кодекса Российской Федерации брак расторгнут. Суд не удовлетворяет требования супруга о разделе 1,4 доли квартиры, принадлежащей его супруге, так как данная доля квартиры была приобретена с использованием материнского капитала. И в судебном заседании установлено, что общие супружеские средства истца и ответчиков при обретении данной квартиры не вкладывались, а вкладывались денежные средства, личные денежные средства матери ответчика. В соответствии со статьей 34 часть 2 Семейного кодекса Российской Федерации, общим имуществом супругов является только имущество, приобретенное за счет общих доходов супругов, как движимое, так и недвижимое. Именно на этом же основании, в соответствии с данной нормой Семейного кодекса, суд отказывает в удовлетворении встречного иска о разделе 1-комнатной квартиры, так как в судебном заседании, истец, проявите, пожалуйста, уважение к суду и слушайте, вас тоже это касается, и слушайте решение. Именно на основании данной нормы права, а именно статьи 36 Семейного кодекса Российской Федерации, суд отказывает в удовлетворении встречного иска о разделе 1-комнатной квартиры, которая получена истцом как военнослужащим. Как установлено в судебном заседании, данная квартира была приобретена, вернее, получена истцом, с использованием жилищного сертификата, предоставлено семье военнослужащего. В соответствии со статьей 36 часть 1 Семейного кодекса Российской Федерации не является супружеским имуществом, то имущество, которое было приобретено или получено одним из супругов в дар, либо в порядке наследования, или по другим безвозмездным сделкам. В судебном заседании установлено, что квартира была получена по безвозмездной сделке, и супружеские средства из цаи-ответчика в данную квартиру не вкладывались. Суд мог бы признать данную квартиру совместной собственностью супруга в том случае, если бы в суде было бы установлено, и ответчик представил бы доказательство того, что в данную квартиру складывались супружеские средства, был произведен капитальный ремонт, либо иные неотделимые улучшения, и данные средства существенно увеличили бы стоимость данной квартиры. Соответственно, у суда нет оснований удовлетворить встречный иск и признать данную квартиру общим имуществом супругов. Понятно решение суда? Да, ваше дело. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Во встречном иске отказать. Я-то претендовал на ее долю лишь только потому, что она хотела отнять у меня мою квартиру, а теперь я полностью доволен, буду начать новую жизнь, нормально, спокойно жить наконец, без нее. В том, что наша семья распалась, виноват Костя от и до и его идиотские друзья. Несправедливо, что я не получу его квартиру, но ухожу к маме, и, слава богу, будем жить одной семьей. Истец требует признать договор дарения доли квартиры притворной сделкой и применить к нему правила договора купли-продажи. Ответчики иск не признают. Утверждают, что для него нет оснований. Слушается дело по иску о признании заключенного договора дарения доли квартиры притворной сделкой, о применении к договору дарения правил договора купли-продажи и переводе на ИСЦА прав и обязанностей покупателя по данному договору дарения. Истец Воропаев Станислав Олегович. Ответчики Воропаева Ирина Викторовна, Дружин Артемий Михайлович. Пожалуйста, истец, изложите ваши исковые требования. Ну, исковые требования, я прошу признать этот договор. Действительно, нет. Этот договор, это какой договор? Договор дарения наполовину квартиры. Кому принадлежала квартира до заключения договора дарения? До заключения мне и моей жене Ирине. Ответчица ваша жена или бывшая жена? Бывшая жена. Бывшая жена. Вы были собственниками квартиры? Да, пополам. Пополам. По одной, второй. Ваша жена подарила свою половину кому? Ну, я бы сказал, неизвестно кому. Человека, который не является ей ни братом, ни садом, ни родственником. Дружину Артемию Михайловичу. Да. Который не приходится родственникам отвечать. Абсолютно. Правильно? Родственникам не приходится. Не приходится. Вы знаете, мы прожили с женой все-таки 12 лет. У нас есть сын. Так. Развелись мы полгода назад. И вы знаете, я считаю, когда мы начали разводиться, когда процесс был, она открытым текстом мне сказала, что она отомстит и что она сделает мою жизнь невыносимой. Забрала ребенка и уехала. Потом я узнаю, что какой-то человек является собственником половины квартиры. И, в принципе, имеет право прямо въехать в нее. Ну так теперь какой-то. Но он вселился, ответчик вселился в эту квартиру? Нет пока. Счастье. Но является собственником. Является собственником. А знаю свою жену, поскольку прожили мы... Бывшую жену. Бывшую жену. Прожили много лет. Я уверен, что она не способна на такие подарки. Просто так взять, подарить. Извините. Вы думаете, что она свою долю продала? Я думаю, что продала, а оформила это. Какие у вас есть доказательства, кроме ваших предположений? Вы знаете, чистых нет. Почти 4 миллиона рублей вот так взять и подарить. А сколько стоит квартира? Около 7 тысяч. Да, на 3 миллиона 700 рублей. Я действительно ее подарила по договору дарения. Сейчас отличник, вы все поясните. Я же еще не давала вам слова. Сын имеется? Да. Совершеннолетний? Нет. Нет, 11 лет сын. 11 лет. А причина развода? Причина развода? Знаете, причина развода я, если честно, не могу определить. В какое-то время она стала невменяемой. И жизнь стала невыносимой. И вот полгода мы расстали. Понятно. Ответчик, слушаю вас. Ваше отношение к иску. Здравствуйте, ваша честь. Да, мы действительно прожили со Стасом 12 долгих лет. Но никакими счастливыми они не были. Дело в том, что я после свадьбы сразу же практически забеременела. И, собственно говоря, у нас с того момента и не было никакой интимной жизни за 12 лет. Сначала муж, бывший муж, говорил, что секс и интимная жизнь, это все навредит плоду, там, ребенку. Собственно говоря, как родился ребенок, никакая интимная жизнь к нам не вернулась. Я сначала, ну, сетовала на себя, да, сначала думала, я там после родов располнела, поправилась или что. Но после того, как ребенок более-менее подрос, я уже пошла в спортзал, занялась собой, диеты, тренировки. И я стала выглядеть даже лучше, чем до нашей свадьбы. Но опять, что не так? Так, он со мной не спит, в постель не ложится, мы живем как соседи. Что значит не спит? Ну, разве это нормально за 12 лет семейной жизни? Что значит не спит? А сколько тебе надо? Да у нас не было с тобой ничего, никакого ни секса, ничего. Один раз за 12 лет, там, на 8 марта может быть. Два раза в неделю был стабильный. А тебе сколько надо, я не понял. Ну, может быть, у тебя и было где-то там, только не со мной. Ну, хорошо, отечек развелись. Да, и, собственно говоря, я больше не хотела жить с этим человеком под одной крышей. Но, как выяснилось, он мне женщину не изменял, потому что ему женщины вообще не нужны были. Оказалось, что мой бывший муж гей. Чего? Потому что мне позвонил мужчина, представился Артемом и сказал, что Стас гей, а он его любовник. Это вот я, что ли, мужчина тебе? Но я бы еще поняла мужа, любовницу, да, но любовника, я, честно говоря, даже не хотела в это верить. Это еще вы в браке были, когда вот это произошло? Мы были в браке, да, еще тогда. А, то есть вы еще на развод не подавали? Нет, еще не подавали. Но он мне, Артем, начал рассказывать такие подробности интимные, какие-то подробности про поведение в быту, про жизнь в быту. Даже, представляете, про родинку на интимном месте он мне рассказал. Посмотри в Инстаграме с отпуска нашей фотографии. Что ты там выставляешь свое интимное место в своей родинке в Инстаграме? Да на тебе все родинки можно посмотреть, как ты фотографируешься на мой взгляд. В общем, когда я ему это все сказала, предъявила, естественно, он начал отнекиваться, говорит, никакой я там не гей этого Артема. Ну да, говорит, едва знает там по фитнес-залу, куда-то в фитнес-зале ходили в душ, поэтому там видел родинку. Ну, в общем, такие какие-то вот отмазки пошли в каком-то там, в какой-то бане были, в общем, в спортбаре от этого там фотографии, в общем, какие-то селфи. Я назначила Артему встречу. Он пришел, и он пришел совершенно убитый, раздавленный, подавленный, плачет, говорит, Стас меня бросил. Вот, а я его, говорит, люблю, жить без него не могу. В общем, я даже не представляла себе, что мужчин могут так любить. Артем Михайлович, не плачьте. И, собственно говоря, это поэтому я и решила им сделать, ну, такой подарок, так сказать, свою долю в нашей с ним квартире стоимостью 3 миллиона 700 рублей. В общем, пускай живут вдвоем, то он три года от меня скрывал, куда-то бегал к нему на сторону. Я решила подарить свою долю в квартире. Вы тоже счастному человеку с разбитым сердцем. Да, Артему. Чтобы он обрел. Чтобы он обрел счастье, ну, так сказать, ту любовь, которую я не смогла отдать Стасу, потому что он другой ориентации. Нет, ну вы сидите так, стоите, радуетесь так. Вы, имея несовершеннолетнего ребенка, распорядились своей недвижимостью. И потому что я забрала ребенка и ушла к маме. У мамы трехкомнатная квартира у моей. То есть вы не нуждаетесь в этой одной и второй. Мы не нуждаемся. И подарили ее несчастному брошенному человеку. У мамы я одна дочь, у меня один сын, он прямой наследник. То есть он у меня без крыш над головой не останется. А мне кажется, что это сгова, что они сговорились, что вот это не договорились. Чтобы обеспечить вам счастливую жизнь. Да, и между прочим, дорогой ты мне, спасибо, должен сказать. Из-за этого вот, да ты посмотри на меня и на него, что может быть общего. Вот из-за него, чтобы я вот долю свою продал потом ему, а вы ее будете делить. Что может быть общего? Ну ты сам его выбрал. Три года все-таки у вас отношения, извините. Со мной секса не было, а с ним три года по полной программе. Стасик, а чего ты отпираешься? Так, слушаем второго ответчика. Ваша честь, все, что говорила Ирина, это правда. Это ложь. Дайте мне сказать. Дай сказать человеку. Мы действительно, ну у нас была любовная связь около трех лет. Пока он меня не бросил. И, ну мы встречались у меня на квартире. Просто у меня после того, как умерла мама, я живу один. Ну я могу себе позволить, вот. Что ж ты бьешь? Мы познакомились вот, да, в фитнес-клубе. И пока он меня не бросил. А почему бросил-то? Вы ему что, изменили? Насколько я правильно понял, вот Ира ему все рассказала, что она в курсе. Вот я им звонил. А это ход беню такого всех бросать? А, потому что жена узнала. Поэтому бросил. Да, да, и он меня бросил. Сказал, чтобы я ему не звонил, не писал. И у нас все кончено. Потому что он все рассказал мне, и он на него наорал, наехал. И он говорит, как ты мог вот это все рассказать? Я же тебя просила. А зачем вы жене-то рассказали? Просто она искала причину. А кому подарить квартиру? Она искала тебя. Она искала причины, почему ты не спишь с ней. Как ты можешь спать с ней, если мы спим вместе? Ой, ладно, хватит. Знаешь, у меня такое ощущение, что вы спите вместе. Если уж речь идет про доказательства, Стасик, вот, пожалуйста, ваша честь. Вот мы в клубе. В фитнес-клубе. Вот мы на мероприятии. Обнимайтесь в фитнес-клубе. Я вот не вижу там никаких обниманий. Как это ты не видишь? Вот, обнимашки ваши. Вот ваши. И еще, у меня есть вот скрины, я распечатал, переписка СМС. И Стасик у нас очень сильно боялся, что Ира узнает об этом, и чтобы у нас вся переписка была в интернете. Вот, пожалуйста. Артем мне когда первый раз показал, я чуть не упал. Ты мне никогда таких СМС-к не писал? Детка, мне нужно сказать тебе два слова. Детка, это вы? Какие? Я люблю тебя. Детка, это кто-то из них. Вот, ему пишу. Но это же три слова. Нет, потому что я и ты, это одно целое. Даже если на секунду предположить, что это все правда, это к делу не имеет никакого отношения. Стасик признался, да? Нет. Вот так же он передо мной сначала отбирался, что он не гей. Поняла. Ну все, ты сам себя вылез. Что тут Стас еще скрывать? Документы передайте. Спасибо. Так, переписку не приобщаю к материалам, дело. Не заверено. Ну там же все очевидно. Там же будет понятно, что у нас отношения. Не является доказательством. Это недопустимое доказательство. Фотографии суд обозревает, но не приобщает к материалам дела. Что такое? Ну послушайте, истец, при всем уважении. Ну как-то это прям, вот смотрите. Ну как-то очень ласково, интимно очень даже. Ну, смотрите, какой вы счастливый. Я просто пьяный. Какой там фитнес-зал? Ну там такая... Это же кафе какое-то, бардамы были. Там эти фотографии... Просто дело в том, что когда мне позвонила Ирина и сказала о том, что она предлагает вот их напополам со Стасом квартиру долю, да, долю подарит мне, я так обрадовался. Я думал, это моя единственная возможность восстановить наши отношения. И она сказала, что... Ну я, естественно, предложил ей каких-то денег, говорю, как бы... Да, он предлагал, но я оказался. Ну да, 3 700, например. Я отказалась. Да, да, да. Она была очень груба со мной и нетолерантна, когда вот узнала о том, что у нас со Стасом было. Не, ну первая реакция, конечно. А потом, видите, она сказала, что я вижу, что ты так его любишь и что лучше, если вы будете вместе, чем непонятно с кем. Вот. Ну, естественно, я согласился. Вот. А потом, понимаете, когда я, ну, оформил эту долю, приехал туда, приезжаю, захожу к Стасу, а он там с каким-то другим мужиком. Ты его вообще где нашел? Кто это такой? Суд удалился? Чем он лучше, чем я? Замолчи. А я еще и ребенка с ним хотелась. Хорошо, ребенку вовремя забрала. Оглашается решение суда. В иске о признании договора дарения притворной сделкой отказать. В применении к заключенному договору правил договора купли-продажи и переводе на ИСЦА прав и обязанности покупателя по данному договору также отказать. Суд выносит данное решение, исходя из следующих обстоятельствах. Суду не представлено доказательств того, что оспариваемый договор дарения доли квартиры является притворной сделкой, которая прикрывает сделку купли-продажи. По договору купли-продажи имущество одного лица передается в собственность другого лица за определенную денежную сумму. Данные правоотношения урегулированы в статье 454 Гражданского кодекса Российской Федерации. Передача денежных средств от одного лица к другому подтверждается только письменными доказательствами. Таковыми могут быть расписки, либо выписки с банковских счетов и так далее. В данном случае ИСЦОМ не представлено суду письменных доказательств, которые подтверждали бы его исковые требования. В то же время, на основании и в соответствии со статьей 55-56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания лежит на ищущей стороне. То есть, если вы обратились в суд, вы обязаны доказать свои требования доказательствами. Так как доказательств не представлено, оспариваемый договор дарения остается в силе. И суд учитывает также то, что он оформлен в надлежащей форме, это письменная форма, нотариально удостоверенная. Договор прошел регистрацию. И при таких обстоятельствах суд не может применить к оспаривому договору дарения правил договора купли-продажи. И, соответственно, не имеет возможности перевести права покупателя на ИСЦА. Понятно? Понятно. Ну, как-то живите теперь дружно. Дело закрыто. Ну, и что ты доказала? Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Вы знаете, я все равно не допущу, чтобы вот этот, этот жил в моей квартире. Я не знаю, я добьюсь его, добьюсь, если его или выселят, ну, денег дам. Ну, я не знаю, что делать. Ну, и чего добился мой бывший муж-гей? Что-то пытался тут доказать без доказательств, а в итоге опозорился на всю страну просто. Я все равно люблю Стасика и сделаю все, чтобы мы были вместе. Субтитры создавал DimaTorzok